Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Добрый день, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, Всемирный Совет Национальных Католических Церквей. И это 18-я серия программы «Три вопроса», в которой я отвечаю на ваши ожидания, на ожидания интересующихся. Я нашел, кажется, синоним к слову «вопрос». Да, на ваше вопрошение, ну это так себе, в смысле, ну чтобы не было тавтологии, вот это же, скорее всего, то же самое слово, просто чуть архаичное. Так вот, я пытаюсь соответствовать вашим ожиданиям, сформулированным в виде вопроса, и все это должно было прийти по адресу 3.вопроса.метрополиту.собака.gmail.com. Нет смысла задавать вопросы где-то еще, в каком-то другом месте. Единственная вот возможность получить от меня ответы, это сюда вот написать по этому адресу. Поэтому я вас умоляю, не надо в комментариях задавать вопросы, не надо вопросы задавать по другим адресам, если вдруг у вас какие-то другие адреса есть. Все это потеряется, это не потому, что я вредный, это потому, что я забывчивый и теряется, просто все теряю. Вот, иногда даже хороший вопрос, но я за рулем. Значит, пришло сообщение, я краем глаза посмотрел, что называется, вот в этой нотификации, как-то, ну, короче, ну, предуведомление, да, уведомление же приходит, и там полвопроса, и они интересные. И ты потом, во-первых, забываешь, куда это пришло. Во-вторых, ты забываешь все равно об этом существовании. Ну, как, ну, слушайте. А вот уже готовясь, так сказать, к передаче, я открываю почтовый ящик соответствующий, 3.вопроса.метрополиту.собака.gmail.com, и тогда уже выбираю 3 понравившихся мне вопроса. Значит, вот так все это дело работает. Спасибо, кстати, всем, всем, кто присылает вопросы, спасибо всем, кто поддерживает нас финансово. Я вас очень прошу, мы очень нуждаемся в ваших пожертвованиях. Мы, это не то, что я пойду и еще пожру чего-нибудь. Ну, например, там, у наших друзей случилась беда, там, нужно ребенку сейчас вот срочно сделать операцию. Ну, такое бывает. Я понимаю, что подобными сообщениями пестрит весь интернет, и вы вроде как не можете помочь всем. Но, с другой стороны, если уж вы сейчас меня смотрите, ну, значит, есть что-то не случайное в этом. Значит, Бог как-то вас вот сюда привел, и, ну, вот есть такая нужда, то есть помочь нам, как Церкви Христовой. И поэтому вот всегда можете подписаться на Бусти. Если хотите крупный донат какой-то сделать, можно даже разово это сделать, как разовый донат. Вот, там операцию мы собираем, сейчас думаем про это, и, возможно, ну, что-то еще дополнительно я объявлю, если не получится там как-то своими силами. Но в любом случае, вот, каждая копейка, что называется, в дело. То есть мы оплачиваем счета, ну, это просто очень-очень непросто. Просто это очень непросто. Очень тяжело. У нас здесь ведь как прямой эфир, только в записи, поэтому без монтажных склеек я мычу, запинаю, сделаю паузу и подбираю слова, дабы дурь каждого видна была, как говорил по другому поводу или даже писал Петр Первый. Что еще сказать, прежде чем отвечать на ваши вопросы? Небольшой анонсик. Мы в пятницу с Владыкой Иоанном записали потрясающую, на мой взгляд, передачу о легитимности нашей Всемирного Совета Национальных Апостольских. Ой, я еще и говорю, Всемирного Совета Национальных Католических Церквей, да. Вот. Потому что, я говорил, активизировались наши критики, оппоненты наши богословские, и они все время там говорят, ну, и это все ненастоящее, это раскол от раскола, это все ряженое там и так далее. Мы, что называется, разбираем эти возражения по фактам, мы смотрим, как оно на самом деле было в истории церкви, каковы на самом деле каноны, что они на самом деле означают и так далее. Исправляем двоечников, которых немало среди наших оппонентов. Есть там, конечно, и серьезные люди, да. Но, как правило, вот какое-то негативное к нам отношение, оно даже у серьезных людей, оно основано на предвзятости. То есть люди не хотят посмотреть на историю непредвзято. Просто все учились когда-то чему-то, да. И в семинариях, допустим, какой-то уважаемый преподаватель что-то такое сказал, ты это принял на веру, потому что, будучи студентом, проверить ты еще не мог. А потом уже из этой установки ты всегда исходил и факты подгонял под свою удобную картину мира. Так бывает. К сожалению, бывает так. И совершенно невозможно сегодня увидеть хоть какую-то последовательность в мировоззрении ригористов, причем крайних ригористов в деле канонического права. Потому что история в церкви вся просто кричит о том, что ригорист неправ. И так далее. Мы вот рассуждаем о том, что и наше таинство естественно легитимно, и наше рукоположение легитимно. И самое главное, что мы действительно настоящая церковь Христова. Они там не самозванцы, хотя самозванцев хватает, не ряженые там и так далее. Мы истинные служители церкви Христовой. И в этом смысле у нас все хорошо. Единственное, о чем мы переживаем и о чем молимся, так это о единстве тела Христова. О том, чтобы все вот такие же легитимные церкви были вместе, были во Христе и имели друг с другом евхаристическое общение. Поэтому ждите. Мне там нужно будет кое-что еще дописать, некоторые вставки, потому что в прямом эфире мы проговорили с Владыкой Иоанном три с половиной часа. Вот сейчас я смонтировал примерно, наверное, половину, и уже осталось два с половиной часа, потому что через Zoom там, во-первых, только 40 минут тебе бесплатно. То есть приходилось прерываться, что-то там сохранять и так далее. То есть там много технических пауз. Потом мы по ходу дела что-то просто обговаривали, обсуждали, и не все, естественно, войдет в финальную сборку. А что-то упустили, например. Вот где-то факт-чекинг нужно провести еще. Потому что бывает, ты тоже что-то говоришь и думаешь, а точно оно так было? Ну, вроде как бы оба готовились, но бывает. Ну, в общем, занимаюсь сейчас вот этим. Что-то допишем, что-то там подрежем, что-то, ну, вот, все скомпонуем, чтобы это было более-менее смотрибельно. Но я очень переживаю, что это будет все равно, ну, около двух часов. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Поэтому наберитесь терпения. Но это такой ролик, который очень нужен. Он будет работать на перспективу. Вот как примерно мой ролик про святую мессу, да? Вот он с объяснением святой мессы. Вот он набрал там какое-то количество просмотров. И то, вот, все ведь не объяснишь. Вот недавно там получил там злобный комментарий, судя по всему, от католика-традиционалиста, что вот я, дескать, неправильно там корпорал раскладываю, потому что я его так вот кладу аккуратненько, а потом переворачиваю. Ну, и типа складывается ощущение, что я его даже там как бы потряс. И типа, о, ведь всегда, вот когда тебе кто-то не нравится, ты толкуешь любое его действие в плохом смысле. А типа, да, что это там, он просто не знает, как с корпоралом обращаться. Почему тебе вот в голову не приходит элементарная мысль? Корпорал перед съемкой постирали, постирали. Он воду слили в положенное непопираемое место, постирали со всеми предосторожностями, разумеется, да. Он новый, там частиц тела и крови Христовых быть не может никак. Вот он постиранный только что. Но его сложили неправильно. Вот человек, который стирал, ну, ошибся, но его сложил не так. Поэтому я на съемке его раскладываю и понимаю, что он неправильно сложен, его нужно перевернуть. То есть я его перевернул, естественно. Потому что привыкаешь же, то есть привычные жесты. То есть ты привык, что ты вот его раскладываешь вот так, вот так, вот так. И вдруг ты привычным жестом все разложил и смотришь, он, ну, верх ногами. Естественно, ты его перевернешь. Естественно, ты это сделаешь немного на нерве быстро, но понимаешь, что он чистый абсолютно. Ну, вот почему такое объяснение не приходит в голову? А проблема вот в предвзятости. То, о чем я говорил. Поэтому, ребят, все, что вам кажется там нарушением или какой-то неправильной штукой, вообще подумайте. А еще лучше спросите. Потому что бывает, когда спросишь, вот все становится на свои места. Вот такая вот ситуация. Ну, это, правда, вот был один злобный комментарий. Естественно, комментатор забанен, потому что это, во-первых, возмутительно. Да, там, то есть сразу обвинять, не задав вопрос и так далее. Во-вторых, это просто провоцирует совершенно ненужную там дискуссию. Ну, такая вот ситуация. Пожалуйста, давайте будем общаться уважительно на моей территории. Вот здесь. Я вас очень прошу. Я моделирую комментарии. Естественно, стираю и так далее. Я этого не скрываю. И баню хамов. У нас здесь, знаете ли, говорю я, институт благородных девиц. Вот, поэтому давайте вести себя благородно, как воспитанные люди, а не как дикари. Вот. Ничего плохого о дикарях сказать не хочу. Опять же, пусть никакой дикарь не обидится. Сидя сейчас в джунглях и смотря YouTube по айфончику. Или ВК, конечно. Да, лучше всего будет ВК смотреть. Давайте теперь перейдем к вашим вопросам. И сегодня я рассмотрю одно письмо. Там, строго говоря, четыре вопроса. Так тоже старайтесь не делать. Да хотя пишите хоть миллион вопросов. Ну, ладно. Нет, да. Я уже отменил это. То есть, я возьму только три. Но там можно было два вопроса в один объединить, что я и сделал. Итак, Евтушенко Дмитрий. Скорее всего, это псевдоним. Да и ладно. Ну, что теперь. Хотя я очень люблю, когда люди подписывают со своим настоящим именем. Хотя, возможно, опять же, я не прав. По ряду признаков. Мне кажется, что это псевдоним, но я могу ошибаться. Если я ошибаюсь, то простите. Так вот, Дмитрий Евтушенко интересуется. Дорогой владыка, здравствуйте, благословите. Бог благословит. Значит, интересует католическая традиция помазания чела святой водой при входе в храм. И вообще интересует история возникновения и использования святой воды в церкви. Связано ли это с крещением? Хочется узнать подробнее также о таинстве елеупомазания в католичестве. Ну, то есть вопрос про некие католические обряды и таинства. Назовем это так. Вот его объединим в один. Вообще, надо сказать, что омывать пальцы в воде при входе в католический храм, это просто такая благочестивая традиция. Это не таинство. Это никак не влияет на наше спасение. Это просто очень такая довольно уже старая традиция. Хотя, конечно, уж не знаю, насколько она далеко восходит, но вот эти так называемые крапильницы при входе, они бывают большие, маленькие. Ну, некоторые думают, что это фонтанчик, что ли. Вот люди там впервые входят. Или что это за раковина такая здесь стоит красивая? Почему там вода? Очень похоже, как это Дамблдор, когда крестро Шаги с Гарри добывали. Там немножечко воды все время есть, и ты такой думаешь, что, зачем это все нужно? Во время ковида, кстати, во многих храмах это просто закрыли. Ну, слушайте, это все понятно. И вы совершенно правы, это связано с крещением. То есть, можете посмотреть вот тот же мой ролик про объяснение мессы. Значит, вот, где я очень подробно рассказываю символику храма. Да, что это вот обязательно восхождение там по ступеням, что дверь это вход в царство божие. Да, то есть, там же все наполнено огромным смыслом. То есть, храм это мир божий в миниатюре и царство божие. И нам надлежит пройти этим путем к Голгофе, там, далеко в центре, там, на алтаре распятия и так далее. Поэтому, в частности, как отличить уже такого воцерковленного католика? То есть, по тому, как он входит в храм. То есть, он действительно поищет крапильницу, вот, не найдя ее, ничего не смутиться, потому что не везде она есть. Но он осенит себя крестным знаменем и преклонит колено. Ну, то есть, преклонит колено, осеняя себя крестным знаменем. Ну, вот, и перед тем, как перекреститься, на самом деле, он не, как бы, не мажет себя водой-то, да. То есть, он просто, он пальцы омывает. То есть, он опускает пальцы в крапильницу и уже тогда, собственно, осеняет себя крестным знаменем. Ну, иногда, может, конечно, и эту воду начало нанести. Но этот жест связан с воспоминанием о достоинстве крещенного человека. А что касается вообще традиции освящения воды, это, правда, действительно связано с крещением. Поэтому святую воду и пьют, значит, с такой интенцией благодарения Богу за крещение. Например, это видно по словам чина освящения воды. Там обязательно есть несколько чинов освящения воды. Вот, вне святой мессы, там, во время святой мессы на разных праздниках и так далее, там, по-разному. По-разным случаям, по-разному может звучать молитва освящения воды. Но везде будет одна интересная мысль. Ну, вот, например, я прочитаю молитву освящения воды вне святой мессы, чтобы было понятно. Она короткая, кстати. Благословен ты, Господи Божий всемогущий. Ты захотел благословить нас и внутренне обновить во Христе, который есть живая вода нашего спасения. Просим тебя, не спошли свое благословение на эту воду, да, то есть, его насиняет крестным знаменем. Вот, воду. И преобрази нас силою Духа Святого. Нас силою Духа Святого. Чтобы мы всегда следовали путем новой жизни через Христа, Господа нашего. Аминь. Пусть эта вода напомнит нам принятое крещение и нашу принадлежность ко Христу, искупившему нас своим страданием и воскресением. Да, у святой воды могут появляться необычные там свойства, она не портится и так далее. Но это, кстати, необязательное такое, что называется, требование. Ну, потому что святую воду принято, ну, как-то потреблять вот непосредственно, да. Да, то есть, осветил воду, покрапил всех там, да, или помещение окрапил там, или еще как-то, вот, или попил ее, ну, в течение какого-то времени там. Ты же не можешь цисцерну там с собой в церковь притащить, чтобы батюшка ее осветил. Вот. А что касается миропомазания, то в этом таинстве, конечно же, есть, по-моему, абсолютное единство и с восточными православными церквами. Ну, разве что иногда там в западной такой традиции принято миропомазание, как бы, от крещения отводить на довольно большой срок. Это связано с тем, что по западной традиции миропомазание не является обязательным для спасения. Поэтому, если крещеный ребенок умрет, он будет спасен. А, собственно говоря, миропомазание сообщает силы Духа Святого для служения. Ну, что ребенку можно, конечно, и предоставить. Нет запрета на миропомазание сразу после крещения. Но считается, что с этим можно повременить, когда ребенок действительно уже вырастет и сможет, ну, как-то осознанно Богу служить именно. Тогда ему эти силы и понадобятся. А кроме того, это с психологической точки зрения всегда хорошо, потому что ребенок не помнит своего младенческого крещения, а праздника хочется и какое-то такого воспоминания, вот уже личного воспоминания. Поэтому вот в таких западных церквах традиционного такого римского обряда принято так, что вот младенца покрестили, потом его готовят к первому причастию, и вот конфирмация еще позже там происходит и так далее. И таким образом, ну, вот как бы несколько раз ребенок приобщается к каким-то постепенно, да, вот к каким-то церковным таинствам и так далее. А вообще, собственно говоря, если вот давать определение такое строгое, строгое святой Фома Аквинский, например, определяет мир помазания как таинство, в котором рожденному свыше передается духовная сила. То есть, крещеный посредством возложения рук епископа помазание святым миром и молитвой наполняется, исполняется святым духом, да, то есть вот он в крещении родился свыше от воды и духа, а вот это духовное такое крещение. А здесь вот исполнение святым духом дарами святого духа, там, значит, и силой святого духа, для внутреннего укрепления сверхъестественной жизни и для отваги внешнего исповедания веры. То есть, это истинное и подлинное таинство для всех у нас исторических церквей. Реформаторы отменили мир помазания, отвергли как небиблейское. Там, например, ну, тот же Меланхтон в апологии Аугсбургского исповедания пишет, что мир помазания – это один из воспринятых от отцов церкви обрядов, нет на него никакого повеления, поэтому делать его необязательно. Но вот, например, Триденский собор специальным таким догматом, догматическим определением постановил, если кто-либо говорит, что мир помазания крещенных – тщетная церемония, а не подлинное таинство в прямом смысле – анафема. Мы понимаем, что Господь установил это таинство, он сказал, что вы будете крещены Духом Святым, да, и будете исполнены, ну, собственно говоря, и в день Пятидесятницы апостолы были крещены Духом Святым, и также написано, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. То есть после апостолы, вот уже возложением рук, например, в восьмой главе Деяний, значит, самарян возлагали руки, потому что их крестил Филипп, да, то есть, ну, собственно говоря, они, ну, Дух Святой не сходил, написано еще ни на одного из них. То есть и послали Петра и Иоанна, которые пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ну, вот, тогда апостолы возложили на них руки, они приняли Духа Святого. И апостол Павел, вот, ефесянам, там, ученикам в Ефесе, ученикам Иоанна Крестителя, возложил тоже на них руки, на них сошел Дух Святой, стали говорить иными языками и пророчествовать. То есть, вот, если мы читаем в Библии, вот, послание к евреям, сейчас я открою, чтобы уж сразу не быть голословным, евреям 6.2, там вот есть первоначальные учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. То есть, мы видим, возложение рук, вот, после крещения, способствует даянию Духа Святого. Позже, когда возлагаемых рук стало не хватать, ввели вот это правило, мазать Святым Миром, потому что даяние Духа Святого всегда, ну, как бы, у него был такой образ, помазание, да? И поэтому апостолы тоже пишут, то помазание, которое в вас, вот, пусть в вас пребывает, вы получили помазание от Святого и так далее. И это вот, собственно, внешний знак этого таинства дополнился, значит, вот, помазанием Святым Миром. Поэтому мы видим, что апостолы совершали этот сакраментальный обряд из возложения рук и молитвы. Следствием этого обряда было даяние Духа Святого, как источника внутреннего освящения. Существовала причинная связь между возложением рук апостолов и даянием Духа Святого. Апостолы поступали так по повелению Христа, так как Христос обещал всем верующим дать Духа Святого. И, разумеется, апостолам он, соответственно, давал конкретные указания о виде и способах, ну, на этот счет. И естественность, с которой апостолы вот это делали, да, как домостроители тайн божьих, показывает, что это таинство установлено самим Христом, ну, как бы предвещанием таким, да, на будущее. И, конечно, предание тоже об этом много говорит, об этом пишет и Полит Римский, и Тертулиан, и там Папа Корнилий I, и Святой Киприан Карфагенский, вот, и Испанский Ильвирский Синод об этом, ну, тоже ранний такой, и Святой Кирилл Иерусалимский, вот, пишет просто прямо о помазании. Внешний знак – это вот возложение рук, помазание миром, молитва, особая там такая, да, в которой тайноустановительными словами вот являются печать Духа Святого, да, то есть он произносит епископ и помазывает, значит, лоб и, значит, вот, возлагает руки. Такая форма. Форма миропомазания, форма этого таинства заключается в словах, которые сопровождают индивидуальное, сочетающееся с помазанием лба, возложение рук, сфрадис, дориас, пневмата, схадию, значит, печать, дар, Духа Святого. Ну, и вследствие этого таинства, как таинства живущих, миропомазания содействует умножению освящающей благодати. Довершение крещальной благодати также происходит в этот момент. И миропомазание оставляет в душе неизгладимый духовный знак, печать, вот ту самую, которую апостол Павел пишет, неистребимая, да, вот эта печать Святого Духа, запечатлены обетованным Святым Духом. Печать миропомазания неизгладимы, поэтому миропомазание никогда не может быть повторено, то есть никогда нельзя второй раз человека миропомазать, подлинно миропомазанного. И это абсолютно необходимо для церковного сообщества и незаменимо, да, то есть если в силу каких-то страшных обстоятельств, ну, человек умер до миропомазания, это понятно, но вообще, если ты планируешь жить дальше и живешь, и не миропомазаешься, то ты, конечно, совершаешь тяжкий грех. Вот, хотя, повторимся, что крещеный может и без миропомазания достичь вечного спасения, если, вот он, естественно, умирает, не получив миропомазания, ну, он спасется, и также есть, ему как бы вменяется желание, да, то есть миропомазание желанием, так называемое. Ну, то есть вот благодать миропомазания может быть достигнута желанием, но не печать миропомазания. И тут тоже ведь на небесах разные состояния, разные награды, поэтому лучше, если у тебя есть возможность, ну, как бы не рисковать. Тем более человек взрослый, взрослому миропомазание преподают сразу после крещения, естественно. Ребенку можно повременить, это правда, и даже неправильно будет заставлять непременно там миропомазывать ребенка. Такие традиции есть. И у нас, например, тоже разные традиции на этот счет. Вот мы, например, сразу миропомазуем ребенка, вот у нас в приходе, как в православных церквах принято. У владыки Анна другая точка зрения, он миропомазует попозже. Ну, и это хорошо, это здорово. У нас в этом плане свобода. Единственное, что... Ну, и тоже, кстати, ординарным подателем миропомазания является епископ, ну, то есть, вот по всему, да, то есть, это лучше. Значит, лучше всего, потому что это, опять же, связано с рукоположением от апостолов, а к апостолам, естественно, ближе всего стоит епископ, вот как преемник апостолов. Ну, и кроме того, вот когда есть конфирмация, это действительно большой праздник, вот дети собираются в нарядных одеждах, для них это, там, цветы и все вот это, их поздравляют. Это такое событие, целое событие в жизни подростка, вот, и приезжает епископ, да, то есть, ну, это способствует празднику какому-то. Но, безусловно, экстраординарным подателем миропомазания может быть и простой священник, которому это полномочие предоставляется на основании общего права или апостольского индульта, вот так называемого. Кто может принять миропомазание? Законно каждый крещеный, кто не был конфирмирован, то есть, не принял миропомазание, потому что два раза миропомазывать нельзя, это тяжкий грех. Вот, если очень коротко, суть таинства миропомазания. Так мы это дело и объяснили. Значит, второй вопрос. Есть ли у вас сборник ваших личных молитв или других отобранных для молитвенного правила? Можно ли с ними ознакомиться для личного использования? И что вы делаете, когда в требнике не находятся нужных для современных нужд чинов прошения и молитв? Ну, начну с конца. В западной церкви с этим не бывает проблем, потому что требники издаются, переиздаются с учетом нужд, современных нужд. То есть, все там абсолютно нормально, там есть на все случаи жизни, абсолютно на все случаи жизни молитвы. Я не вижу недостатка и ни разу не встречался с такой ситуацией, когда надо что-то сделать, а в требнике этого нет. Ну, чисто гипотетически, если чего-то уж нет в требнике, значит, это вообще какая-то экстраординарная такая вещь, не урегулированная рекомендациями от епископата, но я как епископ могу, конечно, что-то такое и сам изобрести. Это не страшно. Вот. А если священник такое захочет, ну, чисто теоретически, такого никогда не было, и мне очень трудно представить такую ситуацию, ну, значит, мы, коллеги епископов, чего-нибудь изобретем. Не переживайте. Вот. Потому что это дело, конечно, коллеги епископов. Такие вещи делать. Ну, или меня, как правящего архиерея. Но я всегда советуюсь. Я люблю советоваться. Вот. Я знаю, что некоторые православные священники мне жаловались, что да, у них нет вот в требнике там чина крещения взрослых, например, отдельного там. Ну, то есть всех взрослых крестим, как младенцев. Условно говоря, ну, просто нет отдельного чина. Хуже плачь. Я могу ошибаться, но что-то у меня вот в голове такое сидит, что я с каким-то батюшкой разговаривал, и он мне прям пожаловался. Он говорит, ну, что за такое? Ну, почему никто не напишет? Ну, вот, потому что старые требники, они крайне редко обновляются, судя по всему, да, и есть такая проблема. Вот в западной церкви такой проблемы нет, потому что требники обновляются регулярно, коллеги епископов работают, не прохлаждаются, все нормально. Я вижу, как работает правительство. Как это на одной интернет-платформе принято шутить. Так, это не про настоящее правительство, а правительство как раз этой платформы речи, когда там модерируется что-то и так далее. Все, у нас тоже коллеги епископов работают. Но что касается личных молитв, то у меня здесь тоже нет никакого изобретения велосипеда. Каждый священнослужитель, рукополагаемый по западному обряду, при рукоположении в диаконы, дает обещание, обещание перед Богом ежедневно совершать литургию часов. То есть вот у тебя бревиарий, это минимум-миниморум, который ты обязан совершить. Вот, пожалуйста, хошь-нехошь, устал, не устал, у тебя есть предначинание, час чтений утреннее, утреннее, дневной час, вечернее и по вечере. Все. Этим ты обязан молиться. Ну и я, естественно, это соблюдаю. И лично я молюсь ежедневно еще литании святому Иосифу. И там еще есть несколько молитв к нему. Как, ну, знаете, у меня вот трудно ведь с отцом, да, то есть родители в разводе были, с отцом я, у меня были детские воспоминания, с отцом я познакомился только уже потом в возрасте 16 лет. И, соответственно, мне уже, конечно, поздновато, но хочется быть как-то хорошим отцом, главой святого семейства. Поэтому я все вот в последнее время, ну, все чаще размышляю о святом Иосифе. И мне нравится, вот что, ну, как главе семейства и как епископу, мне нравится думать о его святом заступничестве и так далее. Потом, значит, это уже не ежедневно, но мне очень нравятся две молитвы. Это святой Розарий, вот, который я периодически тоже читаю, и венчик к Божьему милосердию. Вот, икона Божьего милосердия у меня. Вот я ее недавно купил, ну, вот, на этой страстной неделе, чтобы на вену Божьему милосердию совершить. Ну, и вот теперь она у меня есть, вот, есть, мне нравится очень остробрамская, да, вот, икона Божьей Матери. Это когда Розарий вот совершаю, я обычно ее ставлю, но еще мне там есть небольшая статуя Фатимской Божьей Матери, или вот тоже статуя есть. И вот, кстати, святой Иосиф, да, с Иисусом на руках. Все вот здесь вокруг меня. И еще, ну, реже, но я читаю венчик святого Архангела Михаила, святому Архангела Михаила, вот, как глава провинции святого Михаила Архангела, но там бы мне хотелось, конечно, большей ревности. А так, больше у меня особо нет молитвенных правил. Ну, вот, то есть, чего-то особенного, ну, я не могу такого припомнить. Хотя, конечно, молитвослов тоже все время тут вот рядом со мной. Ой, мамочки, молитвенник, да? Ну, вот. Тут мне штатной закладочки не хватает. Тут есть и другие закладочки, вот. Так что, ну, есть немножко такое, да. Вот. Третий вопрос. Мой друг, служивший диаконом много лет в церкви, и, как мне казалось, искренне ощущавший Бога, или тогда это было реальное ощущение соприсутствия Бога в его жизни, в итоге ушел, сказав, что, скорее всего, он потратил это время не на то, а Бог гораздо выше всех наших понятий, и это не личность. Как вы можете прокомментировать подобное расхлаждение, и как не потерять веру в Бога? Ох, все время мне хочется плакать, когда я такое слышу и читаю. Мне жалко всегда таких людей, очень жалко искренне. То есть, не злорадно, жаль мне тебя. То есть, не по-фарисейски так, чтобы там, типа, вот, ты-то плохой, а я-то хороший. Потому что, на самом деле, греху нужно ужасаться чужому, да, не с позиции, какой ужас, я бы так никогда не поступил. Надо, конечно, ужасаться чужому греху с позиции, какой ужас, а я бы ведь мог поступить точно так же. Вот, если мне благодать Божия, если мне обстоятельства какие-то или еще что-то, но на самом деле у всех, у нас есть одинаковые такие искушения по поводу отступничества от веры, по поводу отпадения от веры и так далее. И каждый из нас эти испытания, эти искушения проходят по-разному. И здесь все зависит уже от свободного выбора человека. Вы вот, знаете, когда человек спасаем Богом, вот, когда происходит вот это оправдание, да, то в человека вливаются и моральные добродетели, да, то есть, вот, так называемые плоды Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, там, ну и так далее. Вот, а также дары Духа Святого, не путайте с харизмами, а так называемые вот эти вот дары Духа Святого на основании Исаии 11 главы, то, что почивает на Мессии, а, ну, мы как бы вот, естественно, имеем то же, что имел Христос, вот такая благодать освящающая, габитуальная благодать в нас поселяется, и Дух Премудрости, и Разума, Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Страха Господня, ну, вот, правда, в Септуагинте и в Вульгате Дух Ведения и Благочестия и Страхом Господнем исполнится. Поэтому в Масаретском тексте там как бы шесть даров, а в Септуагинте и в Вульгате семь. Ну, обычно, вот, говорится, что да, семь таких даров Святого Духа, которые каждый верующий получает абсолютно. И вот три богословские добродетели, вера, надежда, любовь, пребывают в нас. А как это все утрачивается? А утрачивается это тяжкими грехами. Вот сегодня, особенно я смотрю так вот, вот в таком православном дискурсе, конечно, не принято говорить много о смертном грехе и об обыденном грехе. Вот в отличие от Запада, там достаточно все понятно. Смертный грех, который совершается с полным сознанием, абсолютно добровольно, против серьезной материи. А серьезность материи определяется десятью заповедями. То вот большинство, к сожалению, сегодня людей, вот, ходящих в православный храм, они, когда думают про смертный грех, они все время думают, а, это вот обжорство, уныние, гордыни там, что ли? Нет, это восемь главных грехов, там, или семь, или шесть, или девять, их бывает, это по-разному, у разных отцов в церкви. Это такие страстные состояния, это тоже тяжкие грехи, безусловно. Иногда они совпадают с подлинно вот смертными грехами. Ну, вот смертный грех, когда ты действительно намереваешься, хочешь это совершить с полным сознанием, с полным согласием, абсолютно добровольно, грешишь против серьезной материи. Вот со смертным грехом многие люди просто почему-то продолжают жить. Ну, или в какой-то момент тебе становится лень бежать на исповедь, или в какой-то момент тебе кажется, да ладно, ну, все так живут, что ж тут, все сразу, что, в ад, что ли, попадут? Ну, да, да, увы. И вот здесь момент-то какой? Вот над многими давлеет еще и эта протестантская такая, особенно, кто, вот знаете, увлекается протестантизмом там всерьез, говорит, о, сколько там много умных мыслей. Вот Кальвин, например, учил, что состояние благодати тратить, в принципе, невозможно. Лютер, значит, говорил, что можно состояние благодати только грехом не, значит, утратить, то есть отрекшись от вот этой фидуциальной веры, ну, такой веры доверия, то есть перестав доверять Христу. А мы-то понимаем, что состояние благодати утрачивается не только неверием, но и также другим тяжким грехом, при том, что грехи обыденные, повседневные, не разрушают и не уменьшают даже состояние благодати, но могут способствовать тому, что ты, ну, то есть они приносят все равно вред твоей душе и могут, так сказать, тебя, ну, привести к уже смертному греху. И вот здесь ситуация такая, я никого не хочу обвинять, я не знаю конкретного вот этого человека, но, скорее всего, то есть мы знаем, как это работает, вот у нас есть это все догматизировано, это вот в учительстве церкви, что кто думает, ну, собственно говоря, священное писание, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Вот это слова Господни. И я думаю, что когда я впадаю в искушение, давайте я про себя буду говорить, лучше, а не про вашего друга там. То есть если я впал в искушение, вот поддался искушению, значит, я не бодрствовал и не молился. И осторожно не поступал. Ну, и святой Иероним, блаженный, например, вот он сражался с таким еретиком, и авинианом, да, который говорил, что благодать тоже не утрачивается, но практика покаяния, таинства исповеди тоже убеждает нас, что состояние благодати утрачивается именно каждым тяжким грехом. И человек, который умер в состоянии смертного греха, он попадает в ад. Но кроме этого, конечно, с ним происходит, пока он еще не умер, а просто вот совершил смертный грех человек. И вот он в нем еще не раскаялся. Ну, хорошо, если он сразу перед Богом раскаивается, сразу планирует исповедь. Ну, вот бывает, поддался ты искушению, и ты сразу планируешь исповедь, и связываешься с духовником, ну, и, в общем, идешь на исповедь. Но если ты в какой-то момент там что-то себе такое попустил, то с каждым смертным грехом, с каждым тяжким грехом, а их много, это необязательно человека ножом зарезать, да, или прям вот с женщиной там непременно переспать. Там же много таких грехов, да, не желай жены ближнего своего, там, просмотр порнографии, например, да, это тяжкий смертный грех, да, там, то есть или непочтение к родителям, там, или упоминание имени Господнего в суе, богохульство и так далее. Я уже не говорю о первой заповеди, о кумирах, там, которые мы творим себе постоянно. Вот, смертных грехов мы можем совершать довольно много, и вот если к ним относиться легкомысленно, то ты ведь потихонечку начинаешь утрачивать главную богословскую добродетельность. Ну, во-первых, любой смертный грех в первую очередь разрушает любовь. То есть ты поступаешь уже не по любви ко Христу, то есть ты, как это сказать, ну, то есть ты разрушаешь любовь. Это все равно, что вот с женой, да, вы любите друг друга, но всякий там, всякая измена ей, вот, это она, хошь-нехошь, любовь разрушает. И потом так ходить и удивляться, а что это у нас отношения разрушились? Что-то вот как-то все это ослабело. Это то же самое, как вот легкомысленно относиться к смертным грехам, а потом удивляться, что-то вера слабеет у меня, да. Хотя, опять же, вот богословская добродетель любви из вот этой триады, вера, надежда, любовь, она разрушается любым, любым тяжким грехом. Богословская добродетель веры, конечно, разрушается неверием, а, соответственно, ну, вера не всегда утрачивается после совершения смертного греха. То есть человек остается верующим, хотя вера в нем уже такая больше, мертвая, да, то есть неживая вера. Вот. Добродетель веры, добродетель веры, грехом неверия, направленным против природы веры, утрачивается. Ну, и богословская добродетель надежды, хотя и может существовать без любви, да, но не без веры, например, да, она утрачивается, соответственно, и грехом неверия, и грехом отчаяния, которая направлена против природы надежды. И вот сатана, он же всегда бьет в эти три направления. Уничтожает веру, надежду и любовь. И также в случае совершения тяжкого смертного греха утрачиваются вместе с благодатью и любовью нравственные добродетели Святого Духа и его дары. Вот эти вот самые, разум, премудрость, совет, крепость, ведение, страх Господень и так далее, да, и благочестие утрачивается. То есть я, когда грешу, я прям чувствую глупею. Глупею и все. Ну, хоть ты тресни. Вот и ничего толком сделать не могу. И терплю поражение, потому что, ну, не подбираешь там нужных слов, там еще как-то. То есть выглядишь дураком ты, на самом деле. Ну, в глазах Божьих точно в этот момент. То есть и дары-то у тебя скудевают, и ты уже никчемный служитель. Вроде ты горел, горел, а потом как-то привык относиться, может быть, снисходительно. Сатана тебя все время будет ловить. Угашать любовь, угашать надежду и угашать веру. Именно так это и работает обычно. А уж какие именно совершает грехи человек, ну, это знает Бог, это знает он сам, этот человек. А мне неведомо. Я тут не могу сказать, что вот он вот так вот поступил, и поэтому веру потерял. Я не знаю. Я не ставлю диагноз по фотографии, тем более по словесному описанию. Я не знаю там тысяч разных подробностей, потому что всякий такой случай, конечно, нужно разбирать индивидуально. Но в целом оно работает вот именно так. Поэтому, конечно, надо чаще исповедоваться. Надо стараться не грешить. Даже обыденными грехами стараться не грешить. Ну, и во всяком случае тут же просить у Бога за них прощения. Не обязательно там как бы сразу все на исповедь там бежать, да, если грехи у вас обыденные, простительные, да. То есть, мол, лучше их тоже на исповеди исповедать. То есть, тут как раз нормально это все. Потому что много легких, так называемых, да, грехов приводит к тяжелому. Да, то есть, как это в притчах написано. Тяжел камень, но весок и песок. Да, то есть, вот все время вспоминаю этот стих, что бывает тяжелый есть такой камень, а песок, он же вроде как маленькие песчинки. Что это? Но если их много, так какая разница, да. То есть, и все это приводит одно к другому и приводит к отступлению, к отступничеству. Поэтому будем особо внимательны, как говорится в послании к евреям, чтобы не отпасть, не отвратитесь и вы от говорящего. То есть, вот отпадение совершается вот так, постепенно, постепенно, постепенно. Апостасис отступничества. Вот. Такой я ответ могу вам дать. Ну, на сегодня это все. Я благодарю вас за вопросы. Присылайте еще по адресу 3.вопроса.метрополиту.собака.gmail.com Не забывайте ваши пожертвования, потому что, как так, вы получаете ответы, получаете наставления, наставляемые словом, делись всяким добром с наставляющим. Тем более, не со мной же лично, да. А вот все это будет, что называется, в церковь, в церковь, на дело Божие. Добродетели! Покажите мне нравственные добродетели. Ну, вот, пожалуйста. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Обнимаю вас всех. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok